Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Позвольте всех поприветствовать, всех участников, гостей Международной выставки инновационной промышленности. Идея инопрома не случайно родилась именно здесь, именно в Екатеринбурге. Этот город – крупнейший индустриальный, научно-образовательный и культурный центр нашей страны. Сегодня мы открываем восьмую выставку инопрома, который уже заслужил репутацию авторитетной, результативной и влиятельной международной площадки. Большой вклад в его развитие внесли губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев и его команда. Все вы, конечно, знаете, что Екатеринбург борется за право проведения в 2025 году. Мы сейчас только что с губернатором обсуждали это, за право проведения здесь, в Екатеринбурге, всемирной выставки Экспо. Евгений Владимирович настойчиво, убеждённо и планомерно отстаивает участие в этом проекте. Инициатива Екатеринбурга была официально поддержана и правительством России. И в мае город был включён в число претендентов на проведение выставки. Теперь надо также успешно пройти следующие отборочные этапы. Опыт Инопрома, безусловно, поможет провести Экспо на самом высоком уровне, если это будет доверено нашей стране. В этом году на Инопроме представлено 20 государств и более 600 крупнейших международных компаний. Страной-партнёром стала Япония, мировой технологический лидер и один из важнейших перспективных партнёров России. Главная тема выставки – умное производство. Сегодня это определяющее направление роста мировой экономики. Цифровизация и формирование нового технологического уклада идут быстрыми, если не сказать очень быстрыми темпами. И также стремительно меняют условия развития, как это было с появлением интернета. Мы уделяем особое внимание продвижению цифровой экономики. Её основные направления обсуждались на этой неделе на Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам. И, как вы знаете, я только что был на крупном международном мероприятии в Гамбурге, в Германии, на «Двадцатке». Этому тоже было уделено одно из самых главных мест в обсуждении, была именно инновация и продвижение цифровых технологий. На Инопроме представлены российские компании, активно внедряющие передовые технологии. Это очень важно увидеть их реальную эффективность и практические результаты, такие как улучшение условий труда, рост его производительности, снижение издержек, современный уровень управления и, в конечном счёте, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, товаров и услуг. Ещё одна ключевая задача – наращивание объёмов высокотехнологичной продукции гражданского назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Министерство промышленности и торговли сейчас активно занимается этими вопросами. Большую работу по диверсификации ряда своих производств ведёт госкомпания «Ростех». Эта компания также представлена на Инопроме. Будет интереснее и полезно подробнее узнать о результатах её деятельности в этой области. Дорогие друзья, будущее за теми, кто стремится быть современными в знаниях, в профессии, в компетенциях, кто чувствует вызовы и требования времени, умеет воспринимать и внедрять новое, кто ставит перед собой задачу быть лидером в этой отрасли. У нас уже реализуются цифровые проекты в рамках национальной технологической инициативы. Теперь важно их максимально быстро развивать, масштабировать, сформировать новые рынки, предложить дополнительные стимулы для инвестиций в высокотехнологичные отрасли и, конечно же, продолжать создавать комфортную среду для инноваций, причём на всех уровнях, от федерального до муниципального. В широком внедрении передовых, в том числе цифровых технологий, мы видим мощный ресурс для развития России. Это важно и для успешного сотрудничества с другими странами, в том числе с теми, которые представляют наши иностранные гости в этом зале и на этой выставке. В сфере цифровизации у нас уже определились общие интересы и задачи с Японией, Германией, другими странами. Будем их решать на паритетной и взаимовыгодной основе. Уважаемые коллеги, у Инопрома насыщенная, интересная, многоплановая программа. Его деловой и одновременно дружеский, тёплый настрой чувствуется уже с самого начала, в том числе и на церемонии открытия. И это свидетельство сложившейся традиции выставки, её высокого потенциала. Убеждён, что предстоящее обсуждение важнейших проблем развития, обмен опытом, окажут позитивное влияние на обновление нашей промышленности и на укрепление международной кооперации. Позвольте пожелать всем вам плодотворной работы. И сердечно приветствую наших японских друзей и коллег, которые привезли в Россию ещё и свою, как мне известно, концертную программу. Хочу пожелать вам всем успехов. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое.